Тристан, и мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Шпион Онлайн. Да. Почему она замечательная? Да потому что она славится своей небесказуемостью, и, конечно же, развивает смекалку, логику, и, конечно же, детукцию. Одновременно можно почувствовать себя и Шерлоком Холмсом с доктором Батсоном, и Агатой Кристи, и Дарья Донцовой, может быть, даже и Татьяну Устиновой, кто её знает. Но, Тристан, компиляция всех настоящих. И поистине о знаменитых детективах, детективов. Но, сегодня я вам докажу, что не только с помощью успешных детективных способностей, которые помогли написать некоторые детективные романы, самые настоящие женщины-детективы, но и игра Шпион Онлайн позволит нам доказать, что именно эта игра может пробить нас всех в Лигу Детективов. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем игру. Время у нас 20 часов... 22 часа 28 минут. И мы начинаем наше расследование. Как вы видите, я успешно провел 46 игр, но, к сожалению, прогорел на 55. Процент весьма хороший при нынешних реалиях. Поскольку я смотрел одного ютубера, Григория Грина. Кстати, Григорий Грина, тебе привет. Вот у всех практически блогеров, игроков, можно увидеть маленький процент побед и больше процент поражений. То есть победа, больше поражений. И процент, конечно же, здесь не внушительный. 47 процентов явно больше. Кто его знает? Может быть, сегодня нам удастся хотя бы повысить чуть-чуть процент выигрыша путем увеличения побед. И да, две похвалы у меня с прошлой катки. Ничего страшного, если у нас сейчас долго будет длиться каточка, долго у нас выбирает игроков. Видимо, скорее всего, там все спят. Некоторые люди вообще живут в разных часовых поясах, но это нам... Но это не страшно. Мы можем немножко с вами поразговаривать. Как я уже говорил, что многие из... Один человек заинтересовался моей игрой. Его зовут Алекс. Алекс, привет. Надеюсь, ты смотришь эту... Будешь смотреть эту каточку. Он... профессиональный игрок, я бы сказал. Он... играл несколько раз за шпиона и, собственно, им побеждал. И мне кажется, что он знает там пару стратегических ловушек, на которые часто попадаются новички. Вот коим я и являюсь. Однако, судя по количеству игр, которые я провел, меня назвать новичком в принципе невозможно. Но, к сожалению, процент побед не такой внушительный, как процент поражений. Однако, я думаю, что Алекс поможет нам в этом. Алекс Сейлор. это тот подписчик канала же Ситхистан, с которым я пообщался. В общем, хороший человек. Я думаю, что в будущий раз мы с ним, конечно же, сыграем каточку. И что-то нас очень долго ищет игра. Но мы, конечно же, не уходим просто так. Мы просто сидим и вытерпиваем каждую секундочку. И, наконец-таки, мы дождались. Да, ребят. Собственно, конечно же, я такой подковы ты не ждал. Ну что ж, я, значит, шпион. И моя главная задача, вот мои четыре агента. Главная моя задача не наколоться. Иначе в случае обнаружения и в случае моего прокола я могу проиграть. Ну что ж, не наколаемся на ловушке агентов, которые сразу же моментально пишут отрицательные вещи, там положительные, допустим, и стирают тут же моментально за пять секунд. Это сладкая вкусняшка. Ням-ням, сладость это. Угу. Значит, ну что ж, давайте смотреть. Сладкая ли вкусняшка? Ну что ж, видите ваш ответ на вопрос. Ну что ж, давайте смотреть, кто как напишет. Сладкая ли это вкусняшка? Ням-ням, это сладкая вкусняшка. Ням-ням, значит, сладкая ли, да? Ну что ж, значит, вроде бы сказано слово. Ну что ж, третий, четвертый, пятый. Итак, опа, третий вышел. Да. давайте. Я похоже, пыли... А-а-а, вкусняшка или сладость это? Вкусняшка. А-а-а-а-а-а-а. Сладость это? Да, нет, не вкусняшка. Ну что ж, ребята, похоже, я... Вот, ребята, о чем я и говорил. Поспешил. А-а-а, вот они, какую вкусняшку. М-м-м, слушайте, ребят, во-первых, э-э-э... во-первых, что за агенты такие? Что это за тиммейт? И какая-то вкусняшка. Я сам на этой хрени и прокололся. Ну что ж, ребята, музыка, это, конечно же, кантри, рэп, блюз. Для кого-то это вкусняшка самая настоящая. Джаз, возможно, да, блюз, возможно, да, кантри, да, рэп, да. Ну что ж, ребят, к сожалению, нам не удалось... М-м-м, кто-то даже улыбается, мам, МСПМ... Ага, отпорю тебя ремнем. Окей. Ну что ж, ребят, нам не удалось быть шпионом по одной простой причине, что стоило было, стоило было написать положительный ответ, как тут же тебя убивают. Да. Вот самый простой про себя проговариваю и тут же накалываюсь, но это, к сожалению, так бывает, но ничего страшного. Шпионы и агенты не унывают просто так. К сожалению, попались достаточно хитрые тиммейты. К сожалению, у меня просто голова настроена... Голова настроена говорить... Да. Ну что ж, у меня слово по вызову на компот, видимо, скорее всего, это напиток какой-нибудь или вот домашний какой-то... Не знаю. Ваша очередь. что, во-первых, это... Давайте сначала это съедобное... Это съедобное... Это съедобное... Это съедобное? съедобная это съедобная и несъедобная смотреть или несъедобная что самый такой простой вопрос на самом деле все казалось бы вроде ничего вот это можно пить там и так далее вот мы сейчас посмотрим кстати 5 до пятом игроку конечно же привет не ожидал я тебя о да ладно практически никаких изменений слушайте видимо наверно меня не ожидали увидеть оставшие вот игроки видимо тройка четверка или пятерка видимо кто-то из них шпион потому что двойка не может быть потому что видимо не двойка то быть не может быть шпиона потому что он только вошел в игру а вот 3 4 5 это можно выпить а если что это за мной вода съедобная 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 код жидкость идите нахер опа неужели перед нами позорная вода а вот сейчас давайте думать съедобная съедобная ну что ж давайте а вот давайте нет идите нахер а мы по щас пошлем к нахер номер три а уча мы пошли нахер номер три и дикты сам на три силы и буквы а вот и нет сейчас это можно выпить идите на кир идите нахер написал номер два ну что ж к сожалению такое видеть вполне предсказуемо вот игроков которые пытаются выдать кодовое слово жидкость но слушайте мне кажется знаете в чем еще прикол агентов агенты и эта жидкость а да это же вода ну что а дальше давайте давайте напишем 2 не прикидывай не прикидывайся дурочку прикидывайся дурачком кидайся дурачком не полей контору но потому что блин он сказал слово жидкость не полей контору да не поликонтора шизофрении вода газированная жидкость в голове 5 стоп а ну давайте подумаем шизофренигает номер 3 поликонтора двойка точный обдолбанный обдолбанный агент поэтому мы за него мы просто на голосах не будем папаши оскорбление ребят она в пятерку голосной дать опаньки опаньки вот это очень интересно видимо пятый не успел скорее всего написать как тут же его успели закидать дизлайками то есть вероятно номер 5 это шпион казалось бы банальная мелочь но что-то тройка меня конечно тоже смущает четверка вроде казалось бы ну блин вот тройка есть вкусно думать. Кокаем, кокаем. Очень, но если без сахара, то не очень. Вкусно, конечно, это же жутко, если ты хочешь играть, то выйди. Ну, пятый он, блин, такую реплику смородил сейчас. Пятый, конечно, вот тройка или пятерка, тройка или пятерка. Знаете, вот это то же самое, что и 50 на 50, да? Вот не люблю я такой расклад, когда перед тобой 50 на 50. И для того, чтобы рассекретить, как оно необходимо всего-напросто, всего-навсего три голоса. Три голоса. И, возможно, один вопрос у нас решит. Кто же у нас самый настоящий шпик? Ну что ж, ребят, давайте думать. Ну что ж, двойка, первый, второй, то есть первый и я, второй, не может быть шпиком, потому что, ну, потом и понятно. Мне нечего спросить уже. Это для... Где... Что? Скорее всего, это для чего? Вот четверка, мне нечего спросить уже. Где? Я не понимаю. Понимаю. Но тройка или пять? Шпик. Тройка или пять? Шпик. Ээээ... Пять не ответил на прошлый вопрос. Но? Для чего? Я не понял вообще, что... Ну, что здесь? Для чего? Че? Для чего? Для чего? Не, тройка, че-то прям реально как... Опа! Вот только, наверное, свои финальные реплики как раз и нас. Да. Дальше, я думаю, играть бессмысленно. Как я и говорил, 50 на 50 это достаточно не моя тема. Вот, как-то так, ребята. В общем, я показал, как не нужно играть. Скорее всего, я выложу данную каточку, что... Не нужно так играть. Никогда так не играйте. Потому что... Казалось бы, вроде мелочь, но... Иногда можно наколоться на простейших вещах. Но... Я думаю, что... Завтра все у нас успешно разгуляется. Мы снова с вами ворвемся просто во вкус. В кураж. И, конечно же, возьмем... Рубеж. Мы возьмем... Верх. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Даже пишите в комментариях обзор на какие игры вы хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok